И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и у нас свежие новости по будущим обновлениям игры Lacuna Passage. В прошлом обзоре я говорил вам все будущие нюансы этой игры, и мы, конечно же, ждали того обновления сегодня. Но разработчики решили немного оттянуть время и привнести еще новые обновления в игру. Все это пофиксить, исправить, а потом уже запустить игровую Lacuna Passage. Итак, друзья, давайте я вам сегодня расскажу, что же нас ждет в июле, да-да-да, в июле этого года обновления роверов. Если мы хотим колонизировать Марс, нам, конечно же, понадобится надежный четырехосный марсоход, который станет основой для дальних путешествий и передвижений. Разработчики назвали ровер Toyota Hilux of Mars. Это ссылка на Top Gear. Вездеходы будут иметь детальную физическую модель, различные типы поверхностей, будут также иметь различные тяговые свойства. Будет смодулированы независимые оси с помощью электродвигателей, приводящие каждое колесо в движение для максимальной тяги. Возможно, для подготовки миссии или путешествий на марсианской поверхности в игре будут два типа марсохода, либо мы сами будем собирать и подготавливать наш марсоход. Редизайн роверов включит в себя два типа для различных типов миссий в игре. Если мы хотим быстро добраться с одной базы на другую, то просто выбираем легкий ровер. А вот для миссий нам понадобится тяжелый ровер, оснащенный множеством батарей и различными установками. Кстати, на легком ровере можно будет легко перевернуться. В новом обновлении нас ждет миссия в песочнице, расположенную в кратере Галат в области Терра Сиреневум на Марсе. Кстати, кратер Галат почти 7 километров в диаметре и километр в глубину. Также разрабы пообещали привнести в игру мультиплеер. Вот это уже, конечно же, что-то, что-то с чем-то, на что я и надеялся, в этой игре это уже своеобразный Take on Mars, полноценный причем, да? То есть, да, у нас будет полноценная миссия выживания, огромный кооператив, о боже. Планы игры будущего обновления таковы, что разрабы планируют после ее выхода каждые два месяца запускать в игру новые дополнительные миссии в песочницу. Ну и, конечно же, радовать нас новыми моделями и прочим в игре. Ну, а я в свою очередь думаю, что эта игра потянет к себе в будущем многих любителей выживаний космоса, любителей Марса, и игра получит хороший статус, полноценный статус выживания и зарекомендует себя. Ставьте лайк, ребятки, ждем новых обновлений, подписывайтесь на канал, всем пока, новых путешествий на Марсе, пока-пока.